всем привет рада приветствовать вас на своем канале вязать легко и просто сегодня предлагаю вам связать вот такой замечательный узор посмотрите какой симпатичный вот так выглядит он с лицевой стороны вот так с изнаночной узор называется венские вафли принципе напоминаю да вафельки этот узор вяжется как поворотными рядами так и по кругу данном мастер-классе я вам покажу как он вяжется и так и так отлично подойдет для вязания абсолютно любых изделий как детских так и взрослых этим узором можно связать как шарф палантин плед так и шапочку снуд все что вяжется по кругу да вот наше изделие можно заменить резинку выполнить допустим начало вязания до этим узором он очень хорошо держит форму крайне закручивается можно как планочку его использовать в общем узор замечательный и универсальный этот узор у меня связаны сто процентов мериносовой шерсти до образец в 50 граммах 180 метров я вязала в два сложения спицы номер 4 использовала и так для вязания образца поворотными рядами вам необходимо набрать количество петель кратное 5 плюс 2 кромочные для вязания по кругу количество петель должно быть кратно 5 давайте приступим сейчас сначала мы с вами свяжем этот узор поворотными рядами а далее вам покажу как он вяжется по кругу для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать с вами количество петель кратное 5 плюс 2 петли кромочные набираем набирая обычным способом необходимое количество петелек я наберу 30 петель на 6 рапортов и 2 кромочные 32 петель 1 ряд кромочную снимаем далее провязываем с вами так секундочку одну лицевую петлю 4 изнаночные 1 2 3 4 это наш раппорт повторяем 1 лицевая 4 изнаночные провязали второй раппорт 1 лицевая 4 изнаночные провязали третий раппорт и так мы повторяем до конца ряда необходимое количество раппортов последний раппорт у нас 1 лицевая 4 изнаночные последнюю кромочную провязываем изнаночной провязали первый ряд разворачиваемся второй ряд кромочную снимаем провязываем с вами 4 изнаночные петли 1 2 3 4 следующую петлю мы снимаем не провязывая нить перед работой повторяем 4 изнаночные 1 2 3 4 5 петлю мы снимаем не провязывая нить перед работой повторяем 4 изнаночные пятую петлю снимаем не провязывая нить перед работой и так мы продолжаем до конца ряда и заканчиваем мы снимаем нашу петельку не провязывая нить перед работой кромочную провязываем изнаночные все провязали второй ряд третий ряд кромочную снимаем 1 лицевая начале ряда да вот этот который мы снимали не провязывая нить перед работой в этом ряду мы провязываем ее лицевая но у нас объемная и далее 4 лицевые петли и повторяем то есть мы все петли провязываем в этом ряду лицевыми вот эту вот петельку которую снимали не провязывая мы ее провязываем лицевой только они у меня стоят разными стенками провязывать так как таким образом чтобы у вас петля не перекрещенной было видеть она мне стоит получается правой стенкой а эти лицевые стоят левой главное провязать так чтобы она у вас не перекрестилась то есть в этом ряду все петли лицевыми кромочную провязываем изнаночные провязали третий ряд разворачиваем работу и четвертый ряд четвертый ряд провязывается так же как и 2 кромочную снимаем провязываем с вами 4 изнаночные 1 2 3 4 5 петлю снимаем не провязывая нить перед работой повторяем 4 изнаночные пятую петлю снимаем не провязывая нить перед работой и так мы продолжаем сами провязывать до конца ряда все последнюю кромочную провязываем изнаночной и вот мы провязали с вами раппорт высоту такой очень красивый узорчик получается и далее мы с вами будем повторять с первого по четвертый ряд на необходимую нам высоту я сейчас провяжу еще несколько рапортов высоту и покажу вам ну вот я провязала несколько рапортов высоту покажу вам вот так выглядит узорчик этот узор мы вязали с вами поворотными рядами и сейчас я покажу вам как связать такой узор по кругу он идеально подходит для шапочек снудов вот сейчас как раз я вижу шапочку этим узором и давайте покажу вам как вяжется этот узор по кругу и так первый ряд 1 раппорт первую петлю провязываем лицевой 4 изнаночных провязали раппорт то есть первый ряд провязывается точно так же как при поворотном вязании но количество петель когда вы набираете да при круговом вязание должно быть кратно 5 5 и плюс она для замыкания вязания в круг допустим да ну то есть общее но конечное число у вас должно быть кратно 5 так как раппорт у нас 5 петелек и так 2 раппорт повторяем 1 лицевая 4 изнаночные и так провязываем до конца 1 лицевая и 4 изнаночные провязали 1 ряд до конца второй ряд и так первую лицевую мы снимаем не провязывая нить за работой 4 лицевые провязали раппорт повторяем 1 лицу снимаем нить за работой 4 лицевые провязали второй раппорт повторяем лицевой снимаем нить за работой 4 лицевые и так до ряда третий ряд и в третьем ряду мы все петельки провязываем лицевыми вот таким образом самое главное смотрите что вот эту вытянутую петельку на может стоять другой стенка у вас просто вывод и вы ее провязываете чтобы она не перекрещивалась вот такие видите эти лица у меня стоят правой стенкой а это левой поэтому в данном случае просто нужно смотреть и так до конца ряда все петельки провязываем лицевыми 4 ряд 4 ряд мы с вами начинаем раппорт лицевую снимаем не провязывая нить за работой 4 лицевые повторяем лицевую снимаем нить за работой 4 лицевые и так до конца ряда лицевой снимаем нить за работой 4 лицевые ну вот мы провязали с вами раппорт высоту и далее вы повторяйте с 1 по 4 ряд на необходимую вам высоту на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомления о новых публикациях также приглашаю вас на мой второй канал где умеет который называется он у меня вязаные аксессуары вот именно там вы найдете мастер класс по вязанию вот этой шапочки этим узором заходите буду очень рада всем всего доброго и ровных 7 петелек